всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хуакин и мы ребят продолжаем проходить визуальную новеллу проект восток в прошлой серии наши герои в лице выживших нашли немножечко провианта который они разделили поровну но ребят еда имеет такое свойство заканчиваться а спасать наших героев никто не спешит ну что ж давайте продолжим и узнаем что же будет дальше погнали с момента последней вылазки прошло два дня у тех кто не спешил должна была остаться как минимум одна порция тех продуктов которые мы нашли с марком я сдержался и не съел все сразу так что по возвращении меня ждал скудный ужин в последнее время ощущение голода притупилась первые дни после падения я не мог думать ни о чем кроме еды теперь же мой желудок наконец осознал что настали тяжелые времена и почти перестал меня беспокоить довольствуясь очень малым в то же время я понимал что долго мы так не протянем пока только одна наша вылазка завершилась успехом при этом объем найденного был далеко не впечатляющим а надежды на то что нас найдут спасатели становилось все меньше обычно когда потерпевший крушение самолет не удается найти долгое время поиски прекращаются а мы тут уже шестой день информацию о том насколько далеко от места крушения находится ближайшие населенные пункты тоже не было только догадки в любом случае попытку перейти гору придется отложить хотя бы до февраля иначе она станет самоубийством а до февраля еще ровно месяц да сегодня 31 декабря это конечно самый необычный новый год моей жизни а ведь когда-то мы год назад ездили с папой в таиланд и 31 декабря занимались дайвингом а мне казалось что ничего более экстремального в моей жизни не будет как же я ошибался почему-то эти мысли меня немного успокоили я представил что все происходящее тут такой вот вид экстремального туризма наверняка нашлись бы богатые дяди которые отвалили бы кучу денег а за какую-нибудь программу типа игра на выживание проведи неделю в горах алтая вот папа например любит такое он бы поучаствовал и меня бы еще попытался уговорить а я бы может даже и согласился только сейчас у нас не было ни рации по которой можно было бы вызвать организаторов и сообщить о том что мы хотим выйти из игры и бригада врачей не дежурит где-то поблизости и трупы которые я видел после крушения были настоящими получается теперь я могу видеть эстралов ник ты не занят нет кир нужна помощь нет нет просто хотела предложить тебе присоединиться к празднованию нового года сегодня пообщаемся поиграем во что-нибудь а еще там будет так сказать праздничный стол так а у вас что ли еще остались запасы еды я думала не на исходе ты сохранила часть еды да по одной порции на каждого но ты пока не говори остальным особенно тем у кого еда закончилась они могут захотеть съесть свою порцию раньше времени в 11 начнем нашу пати приходи она сказала приходи как будто я мог оказаться где-то еще количество доступных нам развлечений можно было сосчитать на пальцах одной руки сидеть в самолете и с кем-то болтать выйти из него размять ноги или покурить а также бродить по округе и пытаться что-то найти этим я и планировал заняться у меня было желание сделать что-то полезное можно было еще конечно отопить снег заниматься обустройством салона или чем-то еще в этом духе но это все представлялось мне имитации бурной деятельности примерно этим и время от времени занимались лагере когда важные дела заканчивались но сидеть на месте не хотелось я собирался позвать кого-нибудь в напарники но передумал наговориться я успею вечером а сейчас хочется погулять и подумать да и погода вроде немного смягчилась закончив прогулку я вернулся к самолету как и ожидалось ни с чем при этом на обратном пути я умудрился споткнуться и упасть в снег у самолета меня встретили курившие андрей и митрич коля дорогой ты как я уже давно перестал говорить митричу что я предпочитаю обращение ник они поля нормально да ты весь дрожишь я в снег упал давай тогда к лизочке она что-нибудь придумает я поспешил отказаться от этого предложения не 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 надо к лизе на самом деле не знаю почему я не хотел чтобы меня велик лизе возможно сказывалась моя боязнь врачей с детства или меня пугала лизе на строгость или я считал что не стоит отвлекать ее от заботы о раненых надо надо даже не думай отпираться отпираться действительно было бы глупо ни один из моих страхов не был веской причины для отказа я послушал андрея и зашел за ним самолет лиз с ником приключилась беда поможешь ему а лиза разговарившая с кирой отвлеклась и подошла ко мне ник тебе повезло что андрей так заботится о твоем здоровье да повезло так для начала тебе нужно переодеться потом отогреться потом лиза продолжала говорить но я уже не слушал похоже мне же все же придется стать одним из ее пациентов день тянулся очень медленно я настолько сильно ждал праздника что не смог сосредоточиться и не сделал на заде ничего полезного даже не помог ребятам собрать дров для костра это напомнило мне о доме если я встречаю новый год с мамой они с папой то 31 декабря я бессмысленно слоняюсь по квартире иногда пытаясь стянуть что-нибудь из маминой стрепни но она каждый раз одергивает меня говоря что это для праздничного стола через несколько часов мне наконец удалось вскользнуть не привлекая внимание лизы она запретила мне выходить из самолета но я был уверен что еще немного заперти и я задохнусь выйдя я увидел киру ага ты тоже куришь не знал очень редко только когда испытываю сильный стресс а тут его хоть отбавляй понимаю поэтому я тоже хочу попробовать не говори глупости зачем тебе это если раньше не пробовал то лучше и не начинать есть и другие способы избавиться от стресса какие ну например кира пыталась придумать хоть какой-то способ который был бы доступен нам здесь и сейчас я решил ее не мучить забей все равно сигарет осталось не так много зачем начинать если в какой-то момент они закончатся и я буду страдать еще сильнее ты прав это тоже хорошая причина не курить какое-то время мы стояли молча ник посмотри на небо я поднял голову в черном черном небе была видна большая и круглая луна красиво очень ты веришь приметы только в хорошие правильный подход а полнолуние это хорошая примета или плохая по моему есть разные трактовки тогда давай считать что хорошая я улыбнулся мне очень нравилось общаться с кирой когда она сбрасывала маску деятельного уверенного в себе менеджера и становилась собой какой же марка все-таки дурак знаешь если мы спасемся я бы хотела чтобы мы продолжили общаться может как-нибудь соберемся все вместе и отпразднуем годовщину спасения даже марка позовешь я подумаю вскоре кира закончила курить и мы зашли в самолет так ребят я позвала вас всех чтобы устроить небольшое празднование надеюсь она поддержит наш боевой дух кира опять вернул свой образ занимайте места а я пока накрою праздничный стол молчание где-то через час после начала празднования пожилая часть команды выживших отправилась спать мы пожелали им спокойной ночи и стали обсуждать чем можно заняться сейчас давайте во что-нибудь поиграем а что опять только не я никогда да давайте во что-нибудь другое у кого-нибудь есть идеи может контакт а что это такая игра со словами я могу объяснить правило давай для начала надо выбрать ведущего он загадывает слова и говорит первую букву например я загадал слово самолет и говорю вам что первая буква с после этого вы пытаетесь угадать мое слово но нельзя просто так называть слова надо их объяснять допустим кто-то хочет объяснить слово собака он может сказать что-то вроде это друг человека задача ведущего в том чтобы угадать это слово раньше чем произойдет контакт а как он происходит и если ты раньше ведущего поняла какое слово загадал игрок то ты можешь сказать есть контакт после этого вы считаете от пяти до одного и одновременно говорите слово моем примере это слово собака идущий может вам помешать назвать его раньше вас но если у него не получится то ему придется называть следующую букву своего слова как-то сложно удачу то я согласен с тобой то не какая-то сложная игра что-то может попроще повеселее это так кажется по ходу игры станет понятнее ладно тогда давайте попробуем кто начнет так ребят когда мы уже перестанем играть в игры а начнем выживать у вас ребята я понимаю что стресс все такое но вы хотите как-то забыться забыться что вы сейчас находитесь в горах в алтае что у вас нет еды вам нечем греться спасатели вас не спасает но давайте как-то не знаю посерьезней хватит играть в игры надо как-то думать вам как выжить но это моя точка зрения ладно продолжаем я могу буква а м д м е это все они нет это не аккорды меня так просто не возьмешь я в детстве музыкалку ходил а ты самоучка наверно да как догадался те кто музыкальной школе учились скорее скажут ля минор ре минор и ми после этих слов видите как будто немного приуныл и андрей поспешил его успокоить вообще респект тебе я 6 лет мучился в этой школе все равно нормально играть не научился а ты самоучка но успешно выступаешь группе а нашего гитариста эти слова приободрили ребята вроде вики обычно очень зависит от чужого мнения и особенно болезненно реагирует на критику своего творчества хотя часто по ним это не скажешь давайте я попробую он состоит из нейтронов протонов и электронов нет это не атом так ничего не получится надо слова посложнее загадывать или объяснять как-то завуалировано я решил что пора и мне попробовать какое словом не попытаться объяснить акула объяснить упомянут песню группы апельсин даже не знаю что выбрать то это как-то скажется у нас контакт смотрите у нас кто футбол сайте там играет давайте попробуем там вроде бы увлекается футболом боря еще кто-то может быть они поймут у месси и рональдо их больше всего за все время мне кажется сейчас футболе почти все рекорды у месси и рональдо кто дальше в списке не помнишь если я правильно помню то суарес и де мария тогда у меня есть одна идея давай попробуем пять четыре три два один ассист ну молодцы красава ник ник ты же говорил что не любишь футбол нет ты не так понял я в него не играю но смотрю иногда рублю симуляторы на приставке то есть ты больше теоретик чем практик я как раз наоборот теперь мне надо назвать следующую букву да хорошо следующая буква б мне удалось за коннектиться с первой попытки так что я решил попробовать еще раз какое слово мне попытаться объяснить ну давайте попробуем да и серии игры про крыша я вспомнил что насти нравится ретро игры я не играл в оригинальную серию про крыша бандикута но совсем недавно прошел ремастер насти же играла в игры про крыша каким словом можно назвать одного из боссов папу папу настя явно не ожидал услышать такое объяснение но удивление на ее лице быстро сменилась довольно улыбкой когда она поняла что за слово я имею ввиду есть контакт пять четыре три два один абориген не понял что сейчас произошло что за краж вообще я думал что это модная зумерская словечко мы с настей рассмеялись не кража крэш это персонаж одной компьютерной игры да уж в этом я совсем не разбираюсь следующая буква и получается сейчас у нас есть буквы обе верно тогда может этот человек который поступает вуз есть контакт кир давай ты хорошо ли сдавай считать вроде на ли за 5 объяснила слово очень просто но андрей почему-то молчал пять четыре три два один абир туренко но ребят на удивление у нас пока получается хорошо играть в эту игру не знаю все так задумано или просто-напросто это совпадение что мы с вами запомнили увлечение некоторых героев и им как-то можем найти с ними общий язык общий интерес тем самым отгадывать слова находить контакт мы разные слова сказали это не засчитывается теперь получается я опять облажалась я думаю должно засчитываться в любом случае это не важно вы угадали мое слово до слов начинающих на обе не так уж много ладно то теперь должен загадывать разве не тот кто угадал вообще-то это не обязательно но давайте так тогда я или ты а какое слово ты загадал андрей абитуриент или абитуриенко абитуриенко так и знала окей тогда я загадываю букву м я уже успел сильно погрузиться процесс игры поэтому когда кира назвала букву мне сразу пришел на ум несколько слов мотоцикл и ну вот и ребят смотрите мы циклисты да мы знаем что и витя очень хорошо разбирается в мотоциклах и вроде бы вадим тоже с ним находил общие интересы общей темы для разговора возможно как-то нам помогает чтобы находить контакт если бы мы скажем применяли другие слова то возможно бы истории может и менялась бы ну конечно точно не ясно как будет влиять на сюжет игры вот что самое интересное пока у нас очень много диалогов но иногда мы можем выбрать какие-то варианты ответов но как это скажется на сюжете игр пока не ясно пока потому что в игре какой-то идет затишье если скажем прологи все очень быстро развивалась то теперь мы видим что история очень медленно и очень медленно протекает ладно давайте мы циклисты мне до сих пор трудно в это поверить но моя мама когда-то была байкершей да да та самая мама которая как мне казалось боится всего на свете мама готова начать обзванивать все больницы и полицейские участки города стоит мне сдержаться на пять минут и эта женщина когда-то гоняла на байке узнала об этом совершенно случайно среди старых вещей я обнаружил байкерскую экипировку на вопрос мам что это она невозмутимо ответила моя черепаха ее надевают когда ездят на байке я решил что это шутка и что черепаха на самом деле папина тогда она развеял мои сомнения показав старые фотки на них мама который на вид лет восемнадцать девятнадцать улыбается сидя на яви он носил черепаху я специально посмотрел на видео ожидая от него реакции и не прогадал битя отозвался почти сразу есть контакт кира явно не понимала о чем мы говорим 5 4 3 2 1 мотоциклист ой в этом я совсем не разбираюсь братишка а ты откуда знаешь тащишься по мотиком не а тогда у тебя батя байкер или может старший брат нет мама заливаешь слова пацана видите уважительно покачал головой крутая у тебя мама братишка не таки думал что видите как-то отреагирует но я думаю что и вадим тоже проснется но вадима в игре пока нету вадим вообще какой-то как я говорил нелюдимый человек следующая буква е есть такой фильм про японку из бедной семьи кажется я понял о чем ты но что надо назвать первое слово из названия тогда есть контакт блин а так быстро вы уже знаете нет это не мемуары блин долго доходило не получилось может это такой термин который придумал ричард докинс сказав это марк почему-то посмотрел на меня кто вообще такой докинс фамилия звучит знакомо популяризатор науки и биолог я никогда не интересовался биологии настолько чтобы изучать что-то помимо школьной программы да и вообще почему он смотрит на меня они на лизу есть контакт помощь пришла откуда не ждали это была первая фраза алисы с начала игры марк тоже удивился но начал считать пять четыре три два один мем ничего себе получается словом м придумал какой-то биолог да изначально это слово означало самопроизводящую единицу информации которую докинс сравнивал с геном бесполезное но прикольное знание надо запомнить ладно следующая буква р у нас теперь есть буквы мэр да может тогда это такая штука типа bz нет это не меренга обожаю кстати дай 5 за те дни пока мы здесь находились кераста не успели подружиться вечная нет это не мерзлота представляете произнесла это слово и почувствовала холод извини ничего ничего сейчас снова согреюсь они прохлаждаются метров десяти отсюда в салоне поисла тишина присутствующие молча смотрели на алису пытаясь понять неужели она загадала именно то слово которое всем пришло в голову с одной стороны в последние дни алиса стала чуть чаще идти на контакт с другими с другой ее подколки и рамарки стали еще жестче мне иногда казалось что она опытным путем находит слова которые доставляют остальным максимум дискомфорта есть контакт 5 4 3 2 1 мертвецы ого обязательно был объяснять это слово именно так алиса пожала плечами а что такого интересно она действительно не понимала или притворялась это портит настроение не все хотят постоянно держать в голове наши проблемы и беды и тем более думать о погибших кажется алиса мудрилась вывести себя даже тоню кира тоже заметила и поспешила вернуть всех к игре давайте лучше продолжать следующая буква c я придумал слово и уже было собрался его объяснить но лиза меня опередила может быть это слабое свечение да лиза молодец это действительно мерцание а я сегодня увидел как красиво мерцать звезды и мне захотелось загадать это слово то не мечтательно посмотрела наверх как будто могла видеть сквозь потолок самолета до небо сегодня такое красивое и звезды и особенно луна меня полнолуние всегда немного пугало по моему в этом и прелесть полной луны в ней что-то пугающее но в то же время завораживающее после этих слов повисла тишина наверное все попытались представить звезды и луну через несколько секунд кира прервала молчание давайте продолжим раз лиза угадала то пусть она теперь загадывает хорошо я как раз уже успела придумать слово первая буква б блин ну ребят слишком долго идет игра мне кажется игра слов это где же сам сюжет история чтоб развивалась с ним сравнивают карму нет это не бумеранг есть такой зимний вид спорта что-то на ум ничего не приходит в спорте я совсем не разбираюсь у меня есть идея контакт 5 4 2 1 биатлон бобсблей были неправильно числа словом черт надо было бы мне уточнить нет это я виновата биатлон все же намного популярнее надо было назвать его тем временем я решил что пора возвращаться в игру какое слово мне попытаться объяснить смотрите закрыто да а зачем закрыто непонятно давайте так это такое существо вроде покемона нет это не бакуган я удивленно посмотрел на лизу я был почти уверен что она не знает она заметила мой удивленный взгляд у меня есть младший брат это все объясняет две дальнобойные шахматные фигуры на одной линии я умею играть шахматы хоть они не входят в список моих любимых игр про батарею я слышал так что я собирался объявить о контакте но кира меня опередила есть контакт 5 4 3 2 1 батарея было непривычно видеть взаимодействие марка и киры даже в этом незначительном эпизоде я рад что их отношения наконец-то стали налаживаться а вообще ничего не понимаю в шахматах ладно следующая буква р космос пока я придумал какой-нибудь астрономический термин произошло то чего я не ожидал но я типа придумал что делать считаем от 5 до 1 и говорим слово но смотрите присоединился к нам вадим мне кажется лиза настолько удивилась подключение к игре вадима что даже не попыталась помешать контакту 5 4 3 2 1 бригада а что это такое никто опять заставляешь меня чувствовать себя старым это такой сериал в нулевых был очень популярным а причем тут космос космос имя одного из главных героев понятно я его тоже смотрела когда-то но это было так давно так следующая буква и мне пришло на ум несколько слов начинающихся с бри бриз так ветер может быть сделаем кстати почему-то контакты у нас такие на 300 и на цифре 3 при сыр карточная игра давайте ветер может ветер на берегу нет это не бриз получил слишком просто может это такая булочка есть контакт 54 это действительно бриошь можете не считать получается не я на сегодня думаете я буду сейчас не отказалась от бриошей кстати надо решить кто будет загадывать следующим тони или марк марк давай лучше ты я буду долго придумывать слова хорошо у меня как раз уже есть одно на уме первая буква п у машины их три нет это не педаль я сначала не понял почему три потом только догадался что ты видимо механику водишь конечно механику те кто водят на автомате не чувствуют машину я всегда считал что так говорят люди которые не могут себе позволить пересесть на автомат или просто любят усложнять себе жизнь осетинский нет это не пирог мы перешли от сладости к мясным блюдам я просто не могу перестать думать о вкусной еде простите есть такое животное а еще это враг бэтмена нет это не пингвин она страдает у алкоголиков нет это не печень первое слово в названии произведения помо по мотиву которого сделали игру stalker нет это не пикник когда там вторая часть stalker выходит кстати вроде через год обещают был такой мультик про супер утку черный нет это не плащ дружба это магия марк задумался и я решил что нельзя опускать шанс есть контакт 5 а я вспомнил откуда это нет это не пони пока марк слишком легко отбивался надо найти темы в которых он совсем не разбирается все они попадают в рай нет это не псы а я вообще-то другое загадал кто-нибудь догадался свите никто не закон тачился ну вы чего панки же это что за мэм это не мэм это песня группы ерш все же витя был на своей волне есть такая прическа короткая но не коры есть контакт пять четыре три два один пикси ахиллесова пета марка найдена окей следующая буква о они находятся на поверхности кожи нет это не поры он когда-то в ружьях использовался нет это не порох географическая единица есть контакт пять четыре три два один поселок полис нам сегодня не везет на контакты он спрашивает какая твоя профессия нет это не повар кира захихикала какой же смешной видос а я наконец решил что пора снова объяснить какое-нибудь слово какое слово мне попытаться объяснить так посох есть у мага давайте он есть у мага нет это не посох когда я уже перестану недооценивать ведущего и начну загадывать слова посложнее блин надо было что-то посложнее реально он указывает охотнику какой стороне дичь если помогал охотнику значит это какой-то пес скорее всего надо называть породу какие я знаю породы собака на по померянский шпиц пойнтер внезапно у меня в голове что-то щелкнуло слово пойнтер можно перевести как указатель есть контакт то не обрадовалась что на ее объяснение кто-то откликнулся пять четыре два один пойнтер ник молодец ты знал или догадался догадался я ответил с нескрываемой гордостью в голосе следующая буква л она не может космос это опять из бригады что ли не а я знаю есть контакт надеюсь на этот раз получится 5 4 3 2 1 польша а ты шаришь вообще-то и это имя собственное можно называть только существительные или только нарицательные но я об этом не предупреждал так что давайте в этот раз засчитаем спасибо тогда ты назовешь следующую букву да конечно следующая буква и отношения с более чем одним партнером нет это не поле амория люди которые интересуются происходящим вокруг любят говорить я вне политики нет это не политика пришло время опять вступать в игру какое слово мне попытаться объяснить блин я даже не знаю давайте третье есть такое слово над которым смеются на уроках математики я поняла о чем ты но она уже не подходит по буквам его еще по-другому называют то ли на греческом то ли на латыни нет это не поленом я не поняла она чем смеются то но по-русски он называется многочлен ветер смеялся это почему-то подняло мне настроение можете снова почувствовал себя в школе а еще жаль что марк сейчас в роли ведущего а не угадывающего мы бы с ним точно закон тачились это такой принцип но в программировании настя повторила но все промолчали настя с надеждой посмотрел на киру то только покачала головой мне стыдно но я не помню ладно тогда я просто скажу это слово можно так да можно это полиморфизм он самый с боря протянула и ладонь и она отбила пятюню извините если слова слишком сложная просто недавно взял факультатив по программированию и захотелось загадать ну конечно и тут надо было выпендриться марк сделал вид что не услышал насть от откуда знаешь тоже пробаешь настя как будто смутилась я на курс по питону записалась недавно уже второй месяц его прохожу полезное дело а зачем разноравилась журналистика нет журналистика мне очень нравится но я хочу эмигрировать после того как окончу универ а этишнику переехать гораздо проще а куда именно хочешь переехать есть не секрет пока не решила но куда-нибудь в европу наверное скандинавию например швецию витя вдруг оживился в швецию там же одни геи и мигранты девушек на улицах безнаказанно насилуют в самолете повисло неловкое молчание вадим энергично закивал да да там детей со школы учит быть ведь ты забыл в каком городе живешь ну в барнауль а что вот и меня витя барнаул алтайский край что ж пик моей юмористической карьеры достигнут я надеялся хоть на какую-то реакцию аудитории моя надежда оправдалась марк настя и внезапно алиса усмехнулись о боре разразился хохотом а вот видите явно не удумевал это мэн такой что ли типа того там пациентка рассказывать психологу как ее заботит судьба западной цивилизации а то напоминает пациентке что она живет барнауле видите на меня не обиделся а вот вадим выглядел недовольным ну и чё типа если в порноуле живешь нельзя говорить что в швеции одни а еще я потерю к увидела что там есть бордели для зоофилов и там на силу черепах это в дании ведь я сказал это с видом эксперта но думаю в швеции то же самое если мы выживем и она снимут фильм то он будет жанре не катастрофы а зомби апокалипсиса в швеции конечно и свои проблемы но насильников там пытаются ловить как и везде а черепахи безопасности а когда государство отбирает у тебя половину заработных денег это тоже хорошо алиса неожиданно подключилась к разговору нет но такого цена социального государства кому-то это подходит все же спор марка и алисы слушать интереснее чем истории деда пересмотревшего первый канал око так ты левак экономист левак это очень забавно я не левак алиса просто я понимаю что ли бывают разные взгляды и потребности мне не очень-то и нравится скандинавская модель с ее уравниловкой но в ней есть и свои плюсы алиса дизм демонстративно отвернулась пойми этот мир сложно устроен иногда мне мне достаточно просто расправить плечи опять началось выиграть то еще будете кажется мы уже наигрались спасибо за то что организовали это все кир ты молодец да спасибо а в группе чувствовалось напряжение алиса не наладила почти ни с кем в особенности с марком которого к тому же хейтит еще и кира вадим как будто постоянно искал повод для ссоры а митрич ему подакивал ведь я многих бесил боря и настя общались только друг с другом алиса уделяла все время своим пациентам а на этом фоне выделялись оптимистичные тони и андрей активность киры стала мне больше нравится чем раздражать но кажется что кира тоже начала уставать пожалуйста ребят давайте оставим то политоту и пойдем спать завтра нас ждет тяжелый день всех еще раз с новым годом все что-то пробурчали в ответ и разбрелись по своим местам я тоже отправился готовиться к очередному тяжелому дню глава 8 кира последний раз я ела позавчера когда мы праздновали новый год сегодня все мысли в моей голове вытеснились мыслями о еде точнее о ее отсутствии безумно не хотелось куда-то идти в этот холод но я понимала что сумки с едой не придут к нам сами и поэтому быстро собралась и стала торопить остальных ребят если вы не перестаньте тупить то мы выйдем только ближе к ночи да давайте скорее разделимся нас было десять человек потому что лиза осталась в салоне с ранеными а ник заболел пару дней назад он сказал что плохо себя чувствует и лиза запретила ему покидать лагерь и надеюсь он быстро поправится правильнее всего будет разделиться на группы по два человека и продолжать поиски в пяти направлениях что там пять придумал как направление может быть больше четырех марк бросил на вадима уничтожающий взгляд а почему и должно быть четыре если ты просторный света то они тут ни при чем мы просто исследуем тропы по которым можем пробраться давайте тогда быстрее делиться сделаем все организовано как взрослые люди мы вдвоем мы вдвоем в рассказали насти и боря наша сладкая парочка как будто ждала этого момента отлично одна пара есть еще и я готова идти с кем угодно кроме марка вадим в ответ на мое заявление издал мерзкий смешок и я тут же пожалела что это сказала сама арк не проявил никаких эмоций впрочем как всегда давай тогда со мной с удовольствием андрей стала рядом со мной дальше вадик пошли вместе конечно дядь мить оставшиеся четверо посматривали друг на друга я была почти уверена что марки алиса не захотят идти вместе алиса не ладила ни с кем но марк кажется не нравился и больше больше остальных прошлые разы марк брал с собой ника но с тех пор как мальчик заболел он остался без напарника нам с тобой лучше взять в пару кого-то из парней вдруг мы найдем чемоданы и их придется тащить думаешь сами не справимся справимся но зачем крупным девушкам надрываться если можно взять с собой сильного кавалера ладно не думаю что алиса согласилась тони просто и было лень спорить тони повернулась в сторону вити и марка и после секундной паузы обратилась последнему марк тебя не напугать перспектива побыть носильщиком не так сильно как перспектива умереть от голода интересно она обратилась к марку на поскольку поняла что он не захочет и с алисой или по какой-то другой причине скорее 1 с каждым днем я все больше убеждаю что тони гораздо умнее и наблюдательнее чем мне показалось при знакомстве тогда ты со мной тони подошла к марку и при обняла его марк никак не отреагировал хотя кажется слегка удивился за время отношений с ним и я научилась распознавать некоторые его тщательно скрываемых эмоций если бы у меня сохранились марку хоть какие-то чувства я бы испытала приступ ревности тогда мы с тобой хорошо ничего хорошего только попробуй начать мне выносить мозг своей болтовней тем временем марк начал перечислять направления которых необходимо вести поиски и предложил каждой из группы выбрать себе маршрут андрей очень внимательно слушал эти инструкции и когда настала очередь выбирать вызвался первым я была рада что мне не придется запоминать все детали через какое-то время когда каждой группе досталось по маршруту мы все пожелали друг другу удачи и отправились дорогу до сих пор не верится что в группе 16 выживших двое оказались моими знакомыми так бывает когда летаешь в маленькие города уму а ты тоже домой летел брату в гости у тебя есть брат да причем он в нашей школе учился а он старше или младше младше на два года тогда я его вряд ли знаю я в то время в основном со старшими тусила понятно повисла пауза я испугалась что андрей больше ничего не скажет и мне придется снова искать тему для разговора но он заговорил ты видел с кем-нибудь из класса после выпуска да один раз давно в прошлом году они каждый год собираются но я только не раз могла присутствовать лететь из москвы ради этой встречи я бы в жизни не стала но в тот раз была барнауле по делам и решила почему бы и нет и как прошла встреча что обсуждали да так те кто пришел о мире с понтами и спичили от тех кто не пришел я узнала кто где работает сколько получает с кем спит еще лену обсуждали услышав последнее предложение андрей оживился да и что именно говорили опять догадки строили типа того каждый высказывал свои версии кто-то подозревал бомжей которые якобы ночевали в том переходе кто-то утверждал что это ее дед был он то почему попал под подозрение говорят пил много мне об этом галя рассказывала видела как однажды бухой а в стильку пришел ленку из школы забирать но ребят сейчас анки распоминают о том как она была у следователя когда мы убили ее подругу лену а вот и что думаю этого недостаточно для того чтобы вветь человека в убийстве конечно недостаточно ты что подумал что я гальным домыслам верить буду там вообще был чувак который сказал что на нее инопланетяне напали да вы что что за чувак юрка кто же еще мог такое выдать такой высокий странный парень помнишь его не помню стоп а ты с нами и до какого класса проучился до конца девятого летом того года мы уехали из барнаула то есть сразу после убийства да получается только не говорите что ты как-то в этом замешанно дарит ладно я вспомнила не понимаю как все так быстро успела выветриться из головы не так много же времени прошло но с девятого класса уже почти девять лет да точно офигеть как время летит говорится андреем о школьной жизни даже не лучших ее аспектах было приятнее чем в очередной раз обсуждать наши планы спасения и шансы на выживание куда вы переехали в москву да но не сразу сначала в тверь там пожили год а потом москву а ты тоже туда поступила до жила сначала в общаге теперь снимаю квартиру с подругой родители все грозятся переехать но каждый раз решает что они хотят дом продавать в каком-то смысле я их понимаю они столько сил в него вложили но вообще я и сама не горю желанием жить с ними в одном городе и постоянно видится отношения у нас не те понимаю так здесь сворачиваем налево я еще раз порадовалась что андрей запомнил маршрут я пропустил инструктаж от марка мимо ушей а ты как думаешь кто мог это сделать сделать что ну с леной около месяца после обнаружения тропа в убийстве говорили все кто имел к школе хоть какое-то отношение от родителей учеников до охранников и уборщиц но через какое-то время интерес начал угасать и к этой теме стали возвращаться редко и нехотя разве что строгие мамы запрещая дочкам гулять вечером говорили хочешь чтобы как с ленкой с тех пор я обсуждал эту тему только один раз на встрече одноклассников это я не высказывал мнение и не отвечала на вопросы только слушала версии разной степени бредовости я не знаю если бы у меня были догадки я бы сообщила следователям еще тогда интерес андрей к этому вопросу имеет простое объяснение они с леной близко дружили его меня и рому парня лены допросили в первую очередь рома и андрей даже обвинили друг друга наверняка из-за того что рома ревновал ленку к андрею пытался запретить им общаться и в целом относился к андрею с неприязнью а андрей кажется решил не оставаться в долгу и обвинил его в ответ я же оказалась замешана в эту историю потому что гуляла с собакой нашла труп они тогда несколько раз меня на допрос вызывали но ты помнишь я рассказала все что знаю я понимаю но я же тебе не показания прошу дать озвучить догадки я стала вспоминать подробности когда выяснилось что лену перед смертью изнасиловали следователи стали проверять мальчиков из класса в итоге совпадение с генетическим материалом насильника не нашли но мне кажется что этот человек не связаны со школой просто какой-то мужик с улицы который напал на беззащитную девочку думаешь ли она стала гулять одна в это время почему она была не с ромой например кстати вот реально да вот насколько мы знаем что андрей испытывал симпатии к лене и возможных какой-то был и конфликт с ромой хотя они так говорят что не были конфликты кто-то из них может и замешан на самом деле в убийстве лены может быть или андрей или рома потому что ребят но все очень странно до уходит почему-то вспоминают они эту историю и как раз мы видим сейчас андрей через столько лет но наша героиня кира видит его и они разговаривают на эту тему вот ребят все это очень странно конечно я не удивлюсь если мы если андрей даже может как-то быть причастен к этому убийству хотя может и рома замешан но рома то здесь сейчас нету поэтому да такие вот дела ты опять хочешь парить теорию и что якобы ее рома убил изнасиловал зачем ему это вообще они же и так сексом занимались как выяснилось да и биологических и материал не совпал да нет я просто спросил просто лена не особо любила гулять одна насколько я помню особенно по вечерам не знаю не хочу спорить в любом случае это дело уже вряд ли когда-нибудь раскроет андрей промолчал кажется он до сих пор переживает из этой истории или я своими неосторожными словами скрыла зажившую рану извини я не хотела тебя задеть все в порядке кир расскажи лучше себе о себе что ты хочешь услышать что-нибудь про настоящее они прошлое например как у тебя на личном фронте никогда не любила выражение на личном фронте она давала чем-то совковым да и сам вопрос тоже не привел меня восторг но я решил ответить да никак после отношений с марком я решила что мне это все пока не нужно понятно нам сюда мне показалось что мы идем слишком долго андрей ты же помнишь дорогу обращение андрей прозвучало слишком официально но я не смогла подобрать подходящего сокращения например вариант андрюша кажется слишком ласковым мне вообще везет на такие имена среди знакомых у меня практически нет знакомых саш и оль с которыми все просто зато был марк которого до конца отношения я так и не назвала чем-то интереснее полного имени помню конечно а ты но не совсем чтобы ты без меня делала мы завернули за какую-то возвышенность наш импровизированный лагерь давно пропал из вида но сейчас исчезла даже теоретическая вероятность разгадать хоть что-то в той стороне устала да это все из-за отсутствия еды обычно я не устаю так быстро давай присядем с удовольствием я достала специально захвачен для этого плед на секунду почувствовал себя настоящим стратегом мерзнешь чуть-чуть целом привыкла могу тебя согреть хочешь вроде у андрея с чувством юмора было все нормально я попыталась понять будет ли панчлайн не совсем поняла о чем ты знаешь есть один способ согреться когда никого нет рядом он положил руку мне на колено меня передернула андрей это очень глупая шутка прекращай нервы на пределе сколько времени у тебя не было секса тебе надо расслабиться я вскочила андрей тоже встал андрей какого черта расслабиться заткнись и не трогай меня не смей меня дерзить ты будешь делать то что я тебе скажу а вот какой у нас андрюша его правая рука впилась мне в горло в то время как левая оказалась на моем бедре ты меня поняла отпусти он усилил хватку отвечай поняла мой голос превратился приглушенный хрип и звучал как будто издалека если хочешь выжить то не смей сопротивляться он немного ослабил хватку андрей отпусти меня давай уйдем и забудем про это я никому не расскажу обещаю ты ломаешься решила набить себе цену девка страх немного отступил перед злостью я вцепилась ногтями в его руку но он только сильнее сжал ее через секунду я получила пощечину и звон в ушах как будто оглушил меня без глупости или я тебя убью он достал из кармана куртки самодельный нож и поднес его к моему горлу смотри я подготовился мое тело обмякла руки казались слишком слабыми я пыталась придумать что можно сделать чтобы высвободиться но мысли путались я пребывала в каком-то странном ступоре тем временем он расстегнул ширинку приступай я не отреагировала теперь мою голову заполнила непонятная отрешенность я не понимала чего от меня хотят я рассказал хватит ломаться он потянул меня за волосы повторяюсь в последний раз на колени и приступай он слегка надавил на нож и я почувствовала слабую но резкую боль которая вывела меня из оцепенения я наконец поняла что от меня требуется так ребят смотрите мы можем подчиниться а можем сопротивляться и от этого видимо будет в дальнейшем зависит судьба нашей героини конечно наконец-то нам дают право выбор но блин это жестко конечно ребят и я конечно подумывал что андрей может быть маньяком и тем человеком который убил лену и все-таки видимо моя догадка да была правильной ладно мы будем сопротивляться я почувствовала внезапный перелив гнева почему этот ублюдок вообще решил что он может мной командовать даже если я починюсь он все равно может убить меня позже поэтому надо действовать сейчас пока он не ожидает сопротивления ладно я все сделаю только убери нож мне больно не заговаривай мне зубы андрей сделал вид что не услышал мою просьбу но все же немного отодвинул нож от моего горла этого было достаточно не теряя ни секунды я укусил его за руку который он держал нож одновременно я ударил его по лицу целясь ногтями в глаза эффект неожиданности сработал и андрей вскрикнув выронил нож это мой единственный шанс я попыталась схватить нож лежавший на снегу однако андрей быстро вернул себе контрольной ситуации он тоже ринулся в сторону ножа и успел схватить мою руку оставив ее в двух трех сантиметров от оружия я попыталась высвободиться но его хватка была слишком сильной отшвырнув меня он поднял нож и направился в мою сторону я не хотел этого делать но ты все испортила мы с андреем были одного роста он был худым щуплым не спортивным и все же у меня не было против него никаких шансов так как он был гораздо сильнее и это только потому что он мужчина глупо но последний эмоцию которую я испытывала был не страх обида я попыталась стать но андрей накинулся на меня и прижал к земле на секунду я поймала его безумный взгляд после чего он вонзил нож мне в горло блин не уж что ли он убьет ее черт жалко точно эпилог андрей охренеть блин и что вы предлагаете нам нужно было подчиниться то есть позволить изнасиловать киру это был единственный вариант чтобы она выжила вот черт ребят ну давайте прочитаем эпилог я замерз и устал но продолжал идти я не знал куда иду и сколько еще придется блуждать но одно знал точно самолет сейчас возвращаться нельзя для начала мне надо придумать что я отвечу когда меня спросят про киру пока у меня была только одна идея она сорвалась со скалы эта версия была не идеальной но все же в нее можно поверить марк это долговязый умник наверняка что-то заподозрит он может спросить меня где именно это произошло поэтому мне надо найти скалу которую я смогу ему показать они конечно посмотрят вниз и попытаются разглядеть там труп киры когда им это не удастся кто-нибудь предположит что ее замело снегом и остальные согласятся главное чтобы скала была достаточно отвесной чтобы никому не сбрело в голову спуститься вниз рядом со мной находился небольшой обрыв но он явно не подходил спуститься по нему расплюнуть кроме скалы передо мной стояла еще одна непростая задача надо было избавиться от крови или придумать откуда она взялась и пальто и рубашка полностью пропитались кровью киры можно попытаться вернуться в лагерь ночью и быстро переодеться пока все спят но это слишком рискованно если кто-то услышит и проснется то мне конец ситуация была отвратительная я сам в этом виноват я не ожидал от киры сопротивления и не смог убить ее не заляпавшись мне казалось что она будет вести себя как лена трусливо и послушно тут я просчитался ну вот ребят смотрите да на самом деле оказывается все-таки андрей убил лену изнасиловал только почему все-таки следователи не смогли разгадать это убийство вот так вот работают наши защитники сразу же порядка оглядевшись я понял что нахожусь незнакомом мне месте сейчас мне не хватало только заблудиться поблуждать еще немного я оказался ухода в какую-то пещеру может в ней есть пропасть который могла упасть кира надо проверить я зашел внутрь и увидел то чего совсем не ожидал надо вести себя естественно но слишком спокойным тоже быть нельзя я как-никак недавно стал свидетелем несчастного случая с летальным исходом привет борь как ты тут оказался андрюха я так рад что ты нас нашел мы с настей заблудились и не смогли найти дорогу самолету а потом наткнулись на эту пещеру а насти где она спит мы очень устали и решили тут немного отдохнуть а настя даже умудрилась заснуть а ты тут какими судьбами я придал лицу серьезное выражение и приготовился начать рассказ но боря меня прервал он заметил кровь на моей одежде андрей а где кира она разве не с тобой была кира оступилась и упала со скалы а что это у тебя кровь я услышал ее крик издалека и побежал в ее сторону но споткнулся и упал на камни а я ведь мог успеть ее спасти никогда себе этого не прощу но как-то неубедительно звучит монстр кровь кровь я услышал странный голос кровь кровь кто-то повторял слово кровь мой мозг быстро придумал объяснение голос принадлежал насти а странным он был потому что она говорила во сне однако эту версию пришлось отнести когда я увидел заспанное испуганное лицо насти вы тоже это слышали смотрите боря указал на что-то находившийся за моей спиной я быстро обернулся охвативший ужас парализовал меня она какое-то время стояла неподвижно рассматривая нас наверное я мог бы попытаться убежать но одного взгляда на него или на нее было достаточно чтобы понять бежать бесполезно будто в подтверждение моих слов она преодолела расстояние между нами в нечеловеческом прыжке плохая концовка слишком горячая выбранные вами варианты действий привели к плохой концовке для того чтобы продолжить прохождение попробуйте другие варианты охренеть ребят смотрите какой-то монстр из пещеры сожрал наших троих героев да но я догадываюсь что это за монстр а вы потому что с вами когда играли в прологи мы видели что в этой лаборатории проводить какие-то эксперименты и там не совсем обычные люди но смотрите мы сказано что мы не делали не совсем правильное решение поэтому привело это все плохой концовки то есть вы имеете ввиду что мы должны были допустить и изнасилование тиры тогда это бы не привело к плохой концовки то есть она не должна была отбиваться от насильника по сути получается так охренеть но это же аморально ну ладно ребят давайте тогда в следующей серии мы переиграем эту ситуацию и кира уже не окажет сопротивление андрею но с вами был хакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока пока